так здравствуйте девчата всем привет мы выходим с вами опять в эфир сегодня четверг так она сегодня четверг два часа дня и даже уже несколько минуточек так и мы с вами сегодня проведем прямой эфир которым сделаем мастер-класс по дизайнам надеюсь нам кто-нибудь махнет рукой и будет понятно что мы в эфире что нас видно и слышно так ну вот даже вот спасибо вам большое немножко до ушатала всех в камеру итак всем привет всем здравствуйте с вами на связи город ростов-на-дону здравствуйте татьяна да я страничка из ростова-на-дону я ее идущий наталья коклюгина да как то так же же говорят вот ну что хочется сказать хочется сказать о том что я очень рада встречи и как обычно по четвергам делаем дизайны незамысловатые простые дизайны которые могут сделать любые мастера абсолютно смысле все мастера не смысле любые мастера а вообще все мастера и даже те кто совершенно как бы не умеет рисовать и даже те кто вот как бы не очень хорошо там относится к дизайном причиной тому что компания эми в которой я работаю уже много-много лет всегда как бы выпускает такие материалы и такие декорации которые помогают мастерам делать дизайны даже как бы вот совершенно далекие от рисования и вообще то есть как бы в принципе любой мастер может сделать какой-нибудь дизайн и так значит ну оп вот так значит понятно что вот когда смотришь на какие-нибудь типсы на какие-нибудь виды дизайнов от компании эми как бы она где-то почерк да вот как бы прослеживается какая-то линия одна и та же знаете это как у одного автора песен мелодия одна слова разные да или одинаковые на мотивы раз на самом деле как бы почерк конечно будет прослеживаться но куда без этого это как семь цветов радуги когда говорят о том что вы какие новые гелью вышли жири лакти вышли или лаки вышли компаний ойда такие уже вроде были и так далее на самом деле как бы ну 7 цветов у радуги вот хоть ты треснешь не до и дальше уже Imperial это оттеночки то блёсточками то без блёсточек а ведь на самом деле как были красные оттенки красные розовые голубые сиреневые так принципе ими покрывают просто действительно что как бы интерпретации то меняются то шиммиром топ Весту с перламутром то без то чуть светлеет чуть темнее на самом деле как бы очень многие цвета повторяется также вот и декорации к чему я так долго все это веду потому что декорации да то же самое но вот у нас сейчас лето до осталось вот еще совсем чуть-чуть капелька лета и будет впереди осень и ну вот если летом это цветочки рыбки водоросли и кораллы какие-то там и так далее то осенью это конечно же веточки листочки там и так далее уже в такой осенней до тематики вот если например поговорим про зиму то где мы уже говорили как-то с вами в прямом эфире я считаю что вы меня поддержите что зимой это опять пойдут снежинки вензелечки кренделечки это елочки веточки шарики елочные да и ну и весной опять весу цветочки бабочки птички и опять по кругу ну что впереди осень чем я вас принципе поздравляю ну во первых как бы в компании вышел новый каталог новый каталог дайджест каталогами маникюр осень зима 24 25 если вы не видели можете обратить внимание и посмотреть как бы это стоит на самом деле в наше время вообще три копейки и доступно к продаже конечно же и в магазинах у представителей эми и эми шоп да этот через интернет можно как бы приобрести как бы товар правильно все отгрузят вам из ростова там или из какого-то еще города конечно же на зоне на вал бересе на маркетплейсах тоже как бы можно приобрести ну и как бы стоимость вообще как бы смешная на самом деле сейчас попыталась быстренько найти в каталоге у меня каталог вот который был предыдущий сейчас у меня уже прям вот новенького нету каталога в руках но в любом случае не сильно даже если изменилось то не сильно я думаю что менеджеры которые смотрят вы посмотрят прямой эфир где-то если что-то по цене конечно же вам подскажут а вообще самое лучшее это зайти на ими шоп и посмотреть каталоге то есть как бы цель цену того или иного товара там каталога того же и так далее то что начала листать судорожно говорю говорю а сама не вижу то это так дайджест каталог до 350 рублей но на самом деле я конечно могу могу ошибиться на самом деле вот и но как бы в любом случае даже если изменилось то не сильно но я думаю что в принципе так она и есть вот то есть каталог дизайнов и вот он вышел новенький осень-зима осень-зима значит уже вот-вот выйдут новые гель-лаки в продаже появятся и вот это будут оттенки новых гель-лаков коллекция гель-лаков осень-зима 24 25 смотрите какие красивые насыщенные оттенки причем для любителей разных оттенков есть спокойные оттенки да такие нюдовые есть такие яркие цвета очень красивые а вот ну и естественно в каталог значит естественно собрана целая куча фотографий конечно же и с цветом гель-лака который вы ждет да и с новыми декорациями и новые декорации как это может быть смотреться на ногтях самое ценное конечно то что здесь же есть естественные мастер-классы так ну тут у нас видите раскладочка все же знают екатерина николаевна следит конечно же за модой вот и может часами говорить про моду но а мы обыватели мастера которые вот разбираются больше там маникюрах педикюрах и в дизайнах не моде да то есть как бы мы конечно же оцениваем ну вот допустим беглым взглядом как это может выглядеть так кстати скоро выйдут новые пластины очень интересные мне понравилось очень много таких абстрактных элементов которые ни к чему нас не обязывают но куда бы ты ни ляпнул все равно будет красиво думаю что мы в прямых эфирах будем конечно же вы делать варианты дизайнов как только подступят в продажу эти пластины вот а вообще как бы очень много идей очень много идей девчата конечно технологи подготовили очень много идей отфотографировали очень красиво размещение и вот видите тоже от пластина какая интересная и тут и животные и принты животных и клетки на весь ноготь и не на весь ноготь кайфовые штучки так и вот так это только что мы пластину рассматривали так и и и и шармиконы конечно же вот пластина ведь и мастер-класс что сначала что потом и так далее так видите какие интересные варианты даже если вы например купите какой-нибудь слайдер или наклеечки или слайдер дизайн или пластину для стемпинга вы найдете в каталоге варианты которые можно было бы сделать с такими вот декорациями да или вот для пластин для стемпинга значит смотрите вот значит очень ой смотрите какой красивый цвет мама дорогая ой как красиво все это смотрится до девчонки технологи юля донченко и юля готовцева конечно круто и в этом плане очень красивой композиции составили татьяна красного да ну и конечно богиня дизайнов екатерина николаевна конечно команда очень крутая который делает очень классные вот такие варианты смотрите сколько много вариантов дизайнов можно будет подчеркнуть для себя благодаря декорациям так но не буду все листать потому что красиво смотрится все это дело так ну и конечно же есть qr-коды да сканируй qr-код и смотри мастер-класс по ссылке то есть можно отсканировать qr-код и посмотреть мастер-класс кстати хотите попробуйте а почему бы и нет застыла может быть кто-нибудь просто скрин сделает а потом попробует пройти по ссылочке и посмотрите мастер-класс интересные варианты и так дальше зима осень 24 25 уже готова к продаже уже продается в наших магазинах и на всех возможных платформ очках торговых так ну а сегодня наш будет прямой эфир посвящен тому что я взяла вот в работу первые слайдеры которые вышли вот именно из этого нового дайджест каталога вот первые четыре вышло уже еще три в продажу но мы по сегодня поговорим вот именно про эти у нас будет такой прямой эфир в котором мы с вами будем как бы посмотрим что можно быстро быстро соорудить человеку который не умеет абсолютно рисовать здравствуйте девчата очень приятно что вы посвящаете нам свое время итак смотрите слайдер дизайна и так 136 номер легенды каньонов ну это что-то такое про техас это что-то такое про ковбоев это что-то такое про вестерны вот значит но прикольная прикольная тема конечно можно и от руки нарисовать но вы знаете когда я взяла быстро-быстро на быструю руку сделала пару вариантиков с пятнышками они такие кайфушные такой цвет красивый шоколадный и получается прикольно конечно же вот эти вот всякие морды с рогами но это на любителя но смотрится очень круто ну и цветовая гамма цветовая гамма кайфовая конечно вот эти вот цвета вот эти вот Вот бирюзово-синий и коричневый классно сочетаются. Если честно, я бы никогда в жизни не додумалась сочетать. Ну, как-то вот не пришлось бы, если бы не увидела это варианты. Итак, это 136 номер легенды каньонов. Ну, теперь осень-осень, конечно же. Ну, кстати, вот легенды каньонов, да, каньонов, правильно прочитала. Ну, вот у нас ничего подобного не было раньше. Веточки, цветочки, все это было в большом количестве. Вот такой вот вариант я как бы вижу в первый раз у нас. Но классная тема, интересная. Ну, пятна вообще убойные. Так, теперь 137 номер осеннее утро. Ну, тут уже, конечно же, вот это то, что я говорила, да, начинается новый сезон. Начинается у нас впереди осень вот-вот не за горами. И, конечно же, осенний атрибутик, а листочки, веточки. Ну, их никто не отменял и не отменит, скорее всего, понимаете. То есть, как бы тут уже часто вот именно такие нюдовые какие-то оттенки пойдут в покрытиях, да, спокойные, оранжевенькие, таракотовые, что-то такое интересное. И вот, конечно же, к любому цвету очень хорошо подойдет. Веточки, так и в осеннем, как бы, цвете. Вот этот вариант очень меня сильно задел, очень красиво, мне очень понравилось. Я думаю, что надо будет еще посидеть с этими вариантами наездресов, потому что, ну, интересные, классные сочетания. Они что-то у нас было такое подобное, с таким большим количеством лепестков были такие ромашки. Вот, ну, а тут такой золотистый, такое красивое оформление добавочные, такие капельки золотого цвета. Это 138 номер «Танец бабочки». Вот так вот, неожиданно «Танец бабочки». Очень красивые тоже варианты. Кстати, да, я опять верну типсы на экран, потому что я на самом деле, как бы, думаю, что мы еще не один эфир посвятим этим слайдерам. Ну, прикольно, вот я просто вот этот вот вариант, это из этого слайдера, видите, на светлом фоне красиво смотрится. Вот цветочек, тут надпись взяла, бабочку прикрепила. И на темном цвете эти же цветочки, эти же слайдеры, да, из этой же темы, скажем так. Ну, вот на темном фоне прикольно. Немножко подсветило, конечно, белые пасты лепесточки, но смотрится классно. Итак, это 138 номер «Танец бабочки». И вот такой вот интересный вариант, тоже красиво, 139. Сейчас отсвечивает «Эфемерность». Эфемерность, вот так вот, очень такое, знаете, название, чтобы никто не догадался, чтобы враги не повторили, чтобы никто не повторил. Только у компании «Эми» будет номер 139 слайдеров. Нейлдресс называется «Эфемерность». Итак, значит, 4 слайдера, и я попробую сейчас так на скорость, знаете, как бы хотя бы по одному варианту, но с каждого слайдера сделать, если вы не против, конечно же. Вот, делать будем быстро, делать будем быстрые дизайны. Какие еще варианты можно добавить сюда? Ну, это как всегда, знаете, у меня это, кто о чем, а я о полосочках. Черные, золотые, мои любимые, вот, продаются сейчас большой скидкой в магазине. Очень удобно, очень здорово их добавлять, всегда разделить на две части ноготочек, посвятить как бы всему этому делу. Так, ну, это у меня уже здесь, и вот вариант мы уже делали, народное искусство. Это тоже один из новых нейлдрессов, 135 номер, но мы уже с ними делали. У меня даже где-то лежит вот тут вот планшеточка. Мы на прошлых прямых эфирах делали, видите, вот такие вот варианты. Ну, что-то нарисовали от руки, что-то просто прикрепили. На самом деле, как бы, слайдер такой специфический, но в русском стиле, как бы, я думаю, что кому-то тоже понравится. Но мы уже с этими вариантами слайдеров сделали, поэтому будем делать с абсолютно новыми. Так, ну что, типсы у меня есть. Сейчас мы их прикрепим куда-нибудь, куда-нибудь. Так, есть у нас Patofix. Сейчас я вот сюда вот верну пока одену перчатку. Это то, что мы будем с вами делать. Так, ну что, поехали, сделаем какой-нибудь вариант. Ну, например, вот такую осеннюю тему возьмем. Да, осеннее утро, номер 137. Просто я уже, как бы, естественно, у меня, вот видите, один целенький. То, что я показывала на камеру, вот, чтобы было понятно. Ну, и, конечно, уже, как бы, с одного варианта делала, его и возьму в работу. Так, ну что, давайте в основу возьмем какой-нибудь гель-лак, какой-то будет напоминать нам осенний цвет, да. Из коллекции птичка перелетная. Из коллекции птичка перелетная. Давайте возьмем какой-нибудь, например, 469 номер. 469. Так, и, например, можно какой-нибудь бежевенький цвет подобрать, который можно будет просто затемнить. Давайте возьмем 498, такой вот коричневый темный оттеночек с красивым перламутром. Итак, 469, взяла 498. Так. Это у нас коллекция Маракеш. Помните, вот такие красивые оттеночки. Ой, сейчас, секундочку, я случайно задела свет. Так, скажите, девчат, пожалуйста, видно ли хорошо, не хорошо, а то что-то я как-то это начала с хода. У меня все, слайдеры, слайдеры в голове. Я на самом деле думаю, видно, слышно, все ли у нас хорошо видно. Здравствуйте, здравствуйте, Людмила. Так, сейчас побольше окошечко открою. Так. Вот, Маракеш, видите, помните, цвета у нас тут были темный такой красивый фиолетовый, синий, перламутровый, коричневый оттенки. Как раз-таки можно будет взять вот эти варианты. Цвета гель-лаков, которые были вдохновлены экзотикой восточных культур. Красивые такие метафоры использовали рекламный отдел, чтобы пререкламировать товар красиво. Так, ну что, потихонечку поедем. Итак, у нас с вами на очереди, значит, возьмем 137-й, осеннее утро. Ну, давайте, вот мне вот интересно посочетать, например, с 469-м номером. Так, я хотела одеть перчатку и даже ее где-то в руках держала и потеряла. На самом деле, так-так-так, оп, есть. Ну, одну-то лучше оденем, да? Давайте полностью покроем, хотя потом, конечно, сделаем такой элемент немножечко... Элемент градиента, да, немножечко затонируем. Либо верхнюю часть ноготочка, либо нижнюю часть ноготочка. Это, на самом деле, как бы не принципиально важно. Так, я вот полностью нанесла цвет на всю поверхность. Так, села поудобней. И, наверное, сразу же мы с вами делаем сейчас градиент, чтобы долго не тянуть. Понятно, что просушиваем 30 секунд. Так, и немножечко, да, воспользуемся... Оп, 498-м номером, я уже, в принципе, говорила. Я сейчас немножко затемню верхнюю часть ноготочка, вот здесь, вот тут, вот коричневенький цвет добавлю. Так, ну, естественно, вернусь к цвету, который покрыла первый слой, да, на просушенную базу. Так, я немножечко вот так вот подмешаю сейчас. Сейчас подмешаю и аккуратненько, аккуратненько пройдусь. Где-то какие-то погрешности будут, допустим, в переходе цвета. Они несколько отличаются, конечно, по качеству гель-лаки, потому что там с перламутром, там без перламутра такой более плотный оттенок. Но и тем не менее, как бы, сейчас мы положим сюда аккуратненько наши слайдеры, и будет все это дело очень даже красиво дополняться. Все, я аккуратно, просто чуть-чуть растушую перламутровый цвет по поверхности. Вот еле-еле-еле-еле притрагиваясь, аккуратненько. Все, и просушиваем, естественно, в лампе, да, 30 секунд. Видно хорошо, написала нам Наталья, и большое вам человеческое спасибо. Ой, что нам сказали. Так, давайте еще один какой-нибудь фон подготовим. Например, мы можем с вами сделать из коллекции «Перелетная птичка», которые тоже гель-лаки сейчас продаются с большой скидкой. Очень удобно как бы работать ими. Видите, даже летом мы часто использовали гель-лаки из коллекции «Перелетная птичка» для летних вариантов дизайнов. И этот прекрасный набор переходит и в осеннюю, да. В осенний период тоже будет очень хорошо смотреться. Можно было и желтенький цвет сюда добавить. Ну, давайте просто, например, смешаем персиковый оттенок 469 номер с голубеньким оттенком. Я обычно всегда подмешиваю серединку, и потом чистой кисточкой от кутикулы аккуратненько натягиваю верхний цвет на нижний. Это такой экспресс-вариант градиента, который, не знаю, я считаю, что получится абсолютно у всех. Самое главное попробовать без всяких акриловых пудр, без ничего, вот прям на ходу. Буквально, знаете, как бы на коленке можно сделать переход цвета в такой технике. Это все потому, что благодаря кисточке, естественно, от Эми, она у нас одна-единственная. Кисть амбре называется номер 4. Все, аккуратненько просушиваем. Так, первый вариант у нас готов, второй вариант у нас тоже практически готов. Мы сейчас с вами второй раз нанесем цвет. Прошло типа 30 секунд, и еще разочек. Кстати, можно вот, например, если вы хотите, чтобы нижнего цвета чуть было побольше видно, например, да, не как вот у меня. Можно, например, верхний цвет нанести чуть поменьше во втором слое, а нижний цвет нанести чуть побольше. Не в смысле толще слой, а в смысле территориально, просто чуть-чуть побольше нанести. И тогда, когда вы будете потихонечку распределять гель-лак по поверхности ноготочка, естественно, для нижнего цвета будет больше места, чем изначально получалось. Вот так скажем, то, что планировалось, а получалось. Так, аккуратненько персик натягиваем на голубенький цвет. И спасибо Богу ногтей гиппанихию за то, что у нас все получилось. Так, все, вот так вот мы сделаем с вами. Так, в этом варианте можно, в принципе, и в первом варианте, можно и во втором варианте добавить какую-нибудь цветочную тему с техникой стемпинг. Можно вспомнить, что у нас есть пластины, да, в цветочном таком вот цвете. Вот, смотрите, можно вот, допустим, там буквально на задний план добавить немножечко, допустим, каких-то элементов отпечатка, тем более, что отпечатать какой-то рисунок, тем более, что это, в принципе, сейчас довольно-таки модно, да. Вот, смотрите, это вот с коричневым оттенком, да, у нас получается. Это с голубеньким, это с коричневым, и все один и тот же цвет. Видите, прикольно смотрится. Так, а по поводу пластины, а по поводу пластины. Можно взять любую пластину с каким-нибудь цветочным принтом. И мы сейчас с вами, опять же, если, например, вспомнить про пластины от компании Эйми, вот они, допустим, то я, например, взяла, допустим, магия природы, да. Да, магия природы, это номер пятнадцатый пластинка. А можно взять, например, цветочную тему, цветочный сад номер двадцать, двенадцать. А можно взять, например, вот так вот, в разброс цветочки, ботаника номер десятый. То есть, по большому счету, можно взять любой. Можно взять просто с каким-то орнаментом, это тоже будет хорошо. Но я взяла номер пятнадцать, магия природы. Так, и мы с вами просто на задний план возьмем и отпечатаем, допустим, с помощью белого лака для стемпинга. Так, осталось только на столе найти. Вот, нашла. Так. И аккуратненько, быстренько, быстренько. Так, штампик. Есть. Пластинка есть. И мы немножечко, просто усложним себе немножко фон, да. То есть, у нас совершенно ни к чему не обязывает. Просто немножко усложним. Так, сейчас я... Опа. Жидкость для снятия гель-лака. Просто флакончик открою. Так, ну что, поехали. Цветочки на задний план. Мы можем, по большому счету, отпечатать абсолютно любые. Давайте что-нибудь цветочное, да. Вот цветочки какие-нибудь. Давайте вот такие, например. Так, ну, естественно, убираем все лишнее. Легкий накат. На подушечку не давим ни при каких обстоятельствах. Все, цветочки у нас есть. И мы их быстренько отпечатываем. Девчат, я не вытираю липкий слой никогда. Даже если вдруг где-то лак успел немножечко там где-то застыть, пока вы там ля-лякали с клиенткой, пока вы там немножко заошкались, например, то на липкий слой оно, конечно, все равно отпечатается. И так у меня такой фантом цветочков на заднем плане. И даже немножечко подсушу. Так, ну, а теперь давайте быстренько определимся, что мы будем прикреплять. На самом деле можно взять любые картинки. И мы с вами сейчас буквально быстрые варианты, да. Ну, во-первых, можно что-нибудь с надписью, допустим. Что-нибудь надписи, любые надписи осовременивают любой дизайн. Так, 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 мне вот нравится вот такой вот вариант. Ой, прикольно, кстати, да. Я чуть не забыла про этот вариант. Мы еще добавим сюда сейчас полосочку. Так, подсушили. Так, и будем прикреплять слайдеры сюда, девчат. Ну, на самом деле, как бы для слайдеров мы будем использовать, конечно же, для прикрепления на поверхность слайдер топ. Если вдруг слайдер топа у вас не будет, то мы, конечно же, можем воспользоваться просто базой. Вот, поэтому как бы быстренько наносим сюда. Градиент сделали, да. Отпечатали вот какие-то цветочки на задний план. Вот такие фантомы. Фантомы цветочков. Просто будет более сложнее с фон выглядеть. Так, а здесь давайте еще задействуем сюда, например, шермикон. Вот мой любимый, с полосочками. Что же я поговорить-поговорили, да. А не прикрепили. Давайте черный. А если мы хотим прикрепить, например, наклеечку, то, конечно же, лучше всего воспользоваться топом Теклас. И можно нанести топ Теклас только туда, куда вы хотите прикрепить, например, вашу наклеечку. Ну, это буквально будет сейчас еле-еле такой заметный жест. Чуть не сказала заметный тост. Заметный жест. Ну, давайте, например, вот с этой стороны. Просто у меня уже есть вариант, когда с этой стороны прикреплен, сделаем зеркальное отражение. Просушим. Так, и сюда начинаем быстренько добавлять, что мы хотим прикрепить. Так, ну, во-первых, хочу какие-нибудь буквы. Я даже не знаю, что он тут будет особо означать, честное слово. Ну, и тем не менее, вот так вот, например, видите, вот так с полосочкой. Прикольно. А может, не с полосочкой? Чего я в этой полосочке зацикливаюсь? Ну, ладно, пусть будет с полосочкой. Знаете, я начинаю, когда хочется и то, и это. Думаю, это уже прикрепляла. Не, на самом деле не надо вот... Вот решила вот прикреплять так, как уже сделала. Так будет просто проще, на самом деле. Не буду теряться в пространстве. Во время прямого эфира почему-то так колбасит вообще. Вдруг опозоришься, вдруг что-то нету, скажешь. На самом деле просто какие-то варианты. Я, например, сама такая. Знаете, если бы я вот что-то, когда начинаешь придумать, все равно стараешься где-то что-то подсмотреть, подглядеть. Так, так, так. Вот эта веточка меня интересует. Очень уж она тут прикольно смотрится. Так, веточка. Я, ну так вот на экран положу, у меня просто тут ватный диск, я его намочила водичкой, и вот сюда выкладываю картинки, которые хочу прикрепить. Пока просто в сторону убираю. Так, и, наверное, мне нужна еще какая-нибудь маленькая-маленькая веточка, которая мне потом должна там картинку мою дотянуть. Ладно, придумаем сейчас что-нибудь. Так, ну и здесь еще на один вариант, да? Давайте вот этот букет возьмем, такой красивый осенний. Из одного слайдера разные варианты у нас получатся. Давайте вот такую штучку возьмем. О, кстати, вот тут какие-то отдельные листики мне попали. Сейчас я их загребу. Так, пока все вот сюда. Так, вот этот вариант. Веточки такой какой-то на длинном стебелечке. Посмотрим, я потом всегда могу убрать. Так, есть. Вот видите, целый гербарь из себя нарезала. Так, и еще какую-нибудь надпись. Надпись должна быть такая, как в столбик. В столбик, в столбик. Так, ну давайте. Здесь не буду резать, а то вся развалится бумажка. Давайте я вот отсюда отрежу. Все, есть. В принципе, новые типсы я себе нарезала. Теперь будем собирать конструктор. Конструктор. Играться будем. Так, ну, во-первых, здесь, конечно же, мне нужна полосочка еще. Не хочу толстенькую, хочу прям потоньше какую-нибудь. Ну, давайте вот эту, да? Потому что не совсем тонкую, как прям волосы. Но и в то же время... Так, я хотела вот на эту сторону прикрепить. Прикрепляем. Да, хочу бы поровнее был вообще был. Цены бы мне не было, да? Вот. Нет, чуть-чуть сдвину. Так, все есть. Лишнее, конечно же, убираем. Остатки обратно прикрепляем на носитель, потому что он всегда пригодится еще на второй ноготочек, да, прикрепить. Это у нас шармикончик. Так, ну, на этот шармикончик, так, слайдер-топ, естественно. Слайдер-топ. Ну, и наклейка лишний раз... Ой, да, наклейка лишний раз закрепится у нас, получается, под слайдер-топом. Да, ну, а на слайдер-топ, естественно, мы будем прикреплять наши слайдеры, которые размачиваются в воде. Наклейки наклеиваем на топ без липкого слоя, а слайдеры прикрепляем на топ с липким слоем, потому что сами пленочки, у них нету дисперсии, правильно же, никакой. Поэтому... Так, ну что, давайте с помощью подушечки для стемпинга, для того, чтобы прикреплять туда, куда вот нам надо. Так. Так, сейчас я посмотрю, в какую мне сторону ветка. Так, давайте вот сюда. В нижнюю часть. Так, буковки у меня есть. Уж вот оно тончайшее, конечно. Так, теперь ветка непосредственно вот эта большая. Мы сегодня с вами просто рассматриваем декорации, которые вышли в работу, да, которые появятся в работе у мастеров. Вернее, они уже есть в продаже, вы их можете приобрести. И просто вот мы с вами такие, знаете, вот как бы как можно было бы расположить. Так, ну вот сюда веточку. Предлагаю, предлагаю остановиться. Хотя, знаете, я бы, например, вот тут вот лишнее, я бы сейчас вот эту часть вот тут вот чуть-чуть бы... А ну-ка мы сейчас попробуем. Вот она, чтобы не уходила вот сюда в сторону, я ее сейчас... Вот так. Знаете, это изменю немножко слова автора. Так, все, естественно, прикрепляем. Фу, прикрепляем. Естественно, просушиваем, да. Все это понятно. Так, и давайте быстренько второй вариант. Ну, во-первых, вот здесь вот надпись у меня будет. Так. Теперь цветочки. Так красиво по цвету подходит. Очень мне нравится. Так, ну и еще вот, чтобы было все лучшее сразу, дорого-богато. Эх, немножко не тот угол, но ничего, мы сейчас опять чуть-чуть изменим слова автора. Вот так сделаем. Вот. И, естественно, не признаемся Екатерине Николаевне, что мы немножечко... Так. И, естественно, просушиваем, девчат. Видно хорошо. Слава Богу, так. И, девчат, обязательно помните, да, чтобы было хорошее сцепление, нужно обязательно на любой слайдер, то, что вы размачиваете в водичке, обязательно нанести ультрабонд. Ультрабонд, он работает как двойной скотч. Вот, поэтому наносим ультрабонд на поверхность слайдеров. Высыхает на воздухе буквально одну секунду, одну минутку. И, знаете, как бы он высыхает и никакой толщины не имеет, естественно. Вот. И после этого вы закрываете топом. Ну, я предлагаю закрыть ультрашайном, потому что красиво блестит, красивый глянец получается. А вообще в работе можно использовать любой топ, которым вы работаете. Может быть, вы захотите матовым топом покрыть, может захотите глянцевым. И пока я покрываю топом, в нашем случае глянцевый ультрашайн, значит, что хочется сказать. Ну, конечно же, простые варианты. Конечно же, любой мастер это может сделать. Самое главное здесь что? Градиент. Градиент можно будет сделать, конечно же, из любых цветов. Слайдеры, которые выпускает компания Эми, они хорошо видны как на темных оттенках, так и на светлых оттенках, потому что сделали на белой основе. И мы с вами вот теперь сейчас сделали градиент, правильно? Так, еще разочек. Это у нас получается ультрабонд. Ультрабонд. Это для того, чтобы было хорошее сцепление. Наносим на слайдеры. Так, высыхает на воздухе, после чего мы закрываем с вами топом. И топ мы используем как ультрашайн. Видите, два варианта быстренько сделали. И сейчас, конечно же, продолжим наш прямой эфир и еще сделаем пару вариантов, если вы не против. Тем более, что время нам еще позволяет. Так, закрываем топом и просушиваем. Так, значит, если, например, посмотреть еще разочек, я просто начала про этот вариант говорить. Значит, получается у нас тут градиент, плюс стемпинг, да, на заднем платье, там фантомы цветочков, веточек каких-то, листочков, а сверху у нас слайдер, да, и ничего мы тут не рисовали, а получается довольно-таки симпатично. Что еще можно сделать? Можно воспользоваться, например, эмпастой белый рафинад, белый рафинад, и уже на готовую поверхность, например, взять кисточку лепесточек единичка. Видите, лепесточек единичка. Это самая маленькая кисточка для жестовской росписи. Если кому интересно, КЗЛЕ1, вот особенно весной мы тоже очень много рисовали цветочков с помощью этой кисточки. Так вот, лепесточек единичка. Есть овал единичка, это именно лепесточек единичка для жестового КЗЛЕ1. И если мы с вами возьмем маленькую капельку эмпасты, я уже показала на экране, да, что это будет белый рафинад, эмпаста, гелевая краска без остаточной липкости, эмпасты. Вот, и можно взять и уже на готовую поверхность, и, например, там увеличить какие-нибудь лепесточки, цветочка. Я, да, облизала кисточку, молодец, Наташа, конечно. Так, и можно вот, например, этой маленькой-маленькой кисточкой буквально на кончик лепесточка поставить кисточку, поднять кисточку. Слегка-слегка подбелить краешки лепесточков. Так, любую кисточку хорошо бы смочить в капельке базы, я сейчас сама себе напомнила, потому что первый лепесточек, да, и мне как-то не зашел. Так, ну мы сейчас продолжим. Так, вот так. И теперь я кисточку промыла в капельке базы, и уже легче она скользит по поверхности. Значит, ну, можно, конечно, было этого не делать. И вообще, конечно, если бы я вот заранее, то, конечно, я бы сказала, например, если вы ничего не собираетесь больше делать, увеличивать там объем лепесточком или еще что-нибудь с помощью эмпасты, то, конечно, я бы все-таки в работе порекомендовала бы перекрыть бы, например, все-таки теклосом, потому что теклос это такая пористая поверхность. Вот, и эмпаста бы на теклосе, конечно, будет лучше стоять, нежели на ультрашайне. Но если, в принципе, постараться тоненько и хорошо просушить, то, по небольшому счету, я думаю, что ничего страшного не случится, но и все же, да, и все же, и думаю, что все-таки на теклосе эта бы работа была бы более благодарна в плане больше бы, дольше бы держалась и стояла. Так, ну я вот так совсем чуть-чуть кончиком кисточки вижу рисуночек, и вот аккуратно, аккуратно, немножечко увеличивая объем, видите, делают цветочки чуть-чуть поярче. И получается даже очень симпатично. Ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, правильно, в прямом эфире, в полной тишине. Вот, поэтому аккуратненько освежим картинку, и получится у нас вот такой вот осенний букет. Вот, это у нас с вами слайдер номер. 137, осеннее утро. Шикарно подойдет. Тут, смотрите, октябрь написано, да? Ну, правда, еще август, но тут, знаете, так быстро время летит, что уже не знаешь уже, господи, думаешь, боже мой, только же июль начался. Куда? Зачем? Почему? Зачем так быстро? Ну, и тем не менее, я думаю, что все задаются этим вопросом, особенно, когда у мастеров есть, ну, не только у мастеров, вообще у людей, у человечества, есть детки, которые идут в школу, ты думаешь, только начались каникулы, а тут уже 1 сентября на носу. И на самом деле, я что-то тут задумалась, у меня, конечно, нету детей, школьников, и внуки еще пока в первый класс не пошли. Вот, но 1 сентября, это уже следующая неделя, воскресенье. Это просто какой-то для меня тоже такой, как? Почему 1 сентября, воскресенье? Так, это у нас варианты с новыми слайдерами, я думаю, что, как бы, кому интересно, сделает себе скрин, пригодится, да? Так, давайте сделаем вот с таким, например, вариантом слайдеров, я, если честно, даже, вот, давайте вот такой вот вариант возьмем, тоже очень красиво, и такие вот темные пятна, классно смотрятся на каких-нибудь светлых оттенках, хотя, смотрите, я делала и на темном, это тоже, ой, кстати, не прикрепились типсики, маракеш, да, вот эти, фиолетовые и синие, видите, немножко забелила середину, попробовала пристроить слайдер сюда, в принципе, прикольно, прикольно, но вот все-таки мне на светлом почему-то нравится больше, потому что еще не очень глубокая осень, поэтому давайте сделаем именно на каком-нибудь светлом варианте, светлый вариант, минуточку, так, на что прикрепить, я думаю, что мы с вами будем еще неоднократно возвращаться к новым декорациям, которые вышли в компании, и, конечно же, возьмем в работу новые гель-лаки, как только они поступят в продажу, и продолжим играться с этими вариантами, и придумывать вместе какие-то новые-новые варианты, как бы можно было расположить там и так далее, хотя, знаете, я все время думаю, господи, площадь, ноготочка одна и та же, да, авторы один и тот же, как говорится, так, давайте, давайте, например, сделаем голубой вверх и белый вниз, как вы к этому, нет, давайте, нет, светлый вверх, давайте, белый, белый гель-лак, 001, так, вот тут нам написали новинки, да, Марина написала, что новинки понравились, на самом деле, вот, знаете, как бы, а еще так долго, что-то вот не обновлялось, вот как-то не выходило, естественно, вот к сезону, как бы время шло, и вот к выходу нового дайджеста, и выход новых слайдеров, естественно, с появлением нового дайджеста, и когда что-то новое берешь в руки, так интересно, хочется вот рассмотреть поближе, прикрепить куда-нибудь, и сразу как-то мысли работают, работают, что же сделать, что же делать, ну как что делать, надо попробовать сделать из всего, из того, из того, из того, так, ну а мы с вами продолжаем, да, делать градиент, я опять же намесла белый, цвет белый гель-лак 01, на 1 третью часть ногтевой пластины, и из коллекции гель-лаков, птичка перелетная, номер 473, это голубенький цвет, вот, и аккуратненько намесла на 2 третьих, а теперь быстро, 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 быстро натягиваем верхний цвет на нижний цвет, главное, чтобы в первом слое у вас был плавный переход цвета, чтобы не было резкой границы, потому что вся плотность цвета, красота цвета, конечно, будет у нас во втором слое, так, ну что, просушиваем, просушиваем резкой границы, резкой границы у нас с вами нет, и замечательно, так, и давайте продолжим дальше, так, пока сохнет, пока сохнет, да, естественно, времечко выжидаешь, на самом деле, если вот еще не надо ждать, пока высохнет, оно бы еще быстрее бы, естественно, у нас получалось с вами, так, просушили 30 секунд, и повторили еще раз то же самое, тонким слоем убираем все лишнее с кисточки, тонким слоем наносим гель-лак на поверхность, примерно 1 третья часть это верхний цвет, примерно 2 третьих части это нижний цвет, я не буду говорить там белый, голубой и так далее, это просто техника-то одна и та же, не важно, да, какие цвета вы наносим, а тут мы просто пытаемся сориентироваться, там мы видим такие красивые глубокие, синий цвет, такой красивый какой-то на слайдере, ну вот я подумала, что в принципе беленький цвет всегда хорошо, естественно, как фон использовать под любые слайдеры, четко виден слайдер, ну а голубенький подкрасит нам кончик, и будет соответствовать нашим цветочкам, опять же, градиент быстренько сделали, даже если у вас как-то не так хорошо получилось, допустим, как хотелось бы, ничего страшного, мы с вами опять же вернемся, например, к пластине, давайте возьмем вот, например, листочки, это у нас пластина, помните, магия природы, номер 15, пластинка, так, опять же, белый гель-лак, подушечка для стемпинга, пока сохнет фон, я возьму, например, сделаю вот эти вот листочки, вы не против? спасибо, что вы не против, по крайней мере, никто не возмущается, да, может, кто-то хотел другой какой-то рисунок, на самом деле, девчат, здесь вообще абсолютно любой подойдет, если бы вы, вот, говорили бы, со мной разговаривали, мне, конечно, было бы легче, но на самом деле, все, что бы вы не сказали, все равно все подойдет, так, листочки, видно, набрали рисуночек, да, отпечатали быстренько, понятно, что белым на белом будет не видно, ну, а нам, в принципе, и ради бога, а нам-то, в принципе, и не важно, так, я сейчас вот так хочу перевернуть, я пытаюсь просто, чтобы на весь ноготочек, чтобы не допечатывать, нет, все равно придется допечатать, но вот здесь, все, есть, естественно, можно подсушить, хотя на самом деле, все уже произошло, лак до стемпинга высыхает, очень быстро на поверхности, так, и, значит, мы с вами берем наш слайдер, еще разочек повторюсь, сейчас возьму уже другой слайдер, 139, например, видно красивый такой, очень красивый, очень, я не знаю, что-то прямо необыкновенное, так, и мне просто уже уже резало, естественно, да, я уже возьму то, что резала, вы же не против, ну, конечно, вы не против, даже если вы против, никто этого не слышит, а на самом деле, можно взять любую сейчас картинку, она будет все равно, красиво смотреться, давайте возьмем, вот, например, вот такой красивый, вот этот вот, накрученное, что-то такое, да, дерево в разрезе, кто давно-давно работает, значит, мастерами, да, есть у нас такое понятие, вот, там азбука линии, есть такой курс, и дерево в разрезе, такой элемент был, неотъемлемая часть, еще в свое время, знаете, рисовали акриловыми красками, значит, по просушенному лаку, ну, а теперь, естественно, почему бы, а почему бы не рисовать, например, там, можно нарисовать черным тюльпаном, фольгу отпечатать, кстати, можно, да, вот это изобразить, и с помощью черного тюльпана, и фольги, черный тюльпан, это гелевая краска, с липким слоем, так, ну, давайте, вот, да, что же делать, что же делать, ой, не знаю, вот этот цветочек просто возьмем, давайте попробуем, по крайней мере, я вот с такой веточкой уже делала, давайте вот с таким попробуем, да, давайте, по крайней мере, на фотографии у вас скрин сделаете, останется, так, не знаю, почему, но вдруг у нас чего-нибудь не хватит, можно вырезать еще какой-нибудь так, вот так, вот сюда, вот так цветочек, например, пойдет, вот так, ну, и в принципе, все, наверное, да, не будем больше ничего резать, и так, получается, нам нужен слайдер, топ, да, фон себе подготовили, с помощью стемпинга, немножечко его усложнили, да, там не будет видно всего, абсолютно не будет, где-то будет выглядывать, и за счет этого будет фон просто очень сложный, ну, сложнее выглядеть, чем есть на самом деле, то есть, как бы, это понятно же, правильно? Так, давайте с помощью, опять же, штампика будем переносить слайдер на поверхность, будет просто точно видно, четко видно, что мы куда переносим, правильно же? Так, подсушили, я обычно сушую 15-20 секунд, потом прикрепляю слайдер, потом досушиваю, досушиваю, так, ну, давайте вот так возьмем, вот он, видно, с такими кругами, так, ну, давайте я чуть пониже, потому что у меня там цветочек довольно-таки крупный, я поэтому вот чуть-чуть смещу вот так вот вниз, и получается сюда, да, к правому, правониз, так, цветочек несколько зайдет на слайдер, поэтому слайдер на слайдер, чтобы слайдер на слайдер прилип, нужно будет нанести ультрабонд, ультрабонд, вот сюда вот аккуратненько, ультрабонд, и уже теперь цветочек непосредственно, сейчас будем попадать, если вам покажутся листочки лишними, можно листочки обрезать, почему бы и нет, так, собираем конструктор, мне кажется, я, надо было чуть-чуть повыше, чуть-чуть повыше, если слайдер чуть-чуть не досушить, не сушить там 30 секунд и более, то слайдер хорошо двигается по поверхности, вот, поэтому вот так, мне кажется, повыше будет прикольно смотреться, правда же, просушиваем, просушиваем, и обязательно будем обрабатывать ультрабондом, я, в принципе, видите, вот с такой веточкой делала, видите, тоже на голубом фоне, тоже прикольно, я считаю, что вот ничего больше не надо, смотрите, как красиво смотрится, тута белая верхушка, и цветы сюда выходят, кайфово смотрится, правда, сначала сделала темный, потом сделала светлый, поняла, что мне вот это больше нравится, но, естественно, делаешь обычно же то, что нравится больше тебе, правильно, и клиентам часто предлагаешь, то, что тебе нравится, так, так 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 знаете бы что здесь сюда бы не знаю почему почему если я возьму капельку черного гель-лака и немножко знаете как будто бы вроде дорисую веточку вот веточка 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 никогда не поздно и потом стереть можно вот так длинный просто сделать попробуем перевернуть и даже типа тут вот веточку дорисовать можно было бы может быть темно-коричневым смешать а пусть будет так почему бы и нет так вот так чуть-чуть там буквально добавила просушиваем естественно раз уж я гель-лак то добавила и после этого конечно же закрываем топом это у нас здесь это здесь и сейчас мы сюда прикрепим еще один ну я думаю что с пятнышками тут сильно как бы проблем нету чтобы сделать что-то с пятнышками видно просто на белом фоне кайфово смотрится эти пятна так и и и мы с вами конечно же обрабатываем ультрабондом ультрабонд обязателен для того чтобы было хорошее сцепление так просу высыхает на воздухе естественно да и закрываем мы с вами естественно топом хотите глянцевым хотите матовым если не собираетесь ничего больше делать допустим сверху можно ультрашайном а если собираетесь допустим вот импасты что-нибудь добавить допустим там какой-то объем лепесточком да то можно например ты классом закрыть покрыли красивый слайдер не знаю мне очень прям нравится прям так 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 сейчас высохнет да ну не знаю вот это у меня ручка вечно руки чешутся тем более что метод белая импаста белая импаста у меня конечно застыла благополучно на пальцы сейчас я уберу и еще разочек возьму так где у меня бела баночка баночка белая импаста белая импаста опять немножечко немножечко белой импасты да всем привет привет пишет нам светлана здравствуйте светлана я уже знаете как бы это как поболтать мне вот прямой эфир я во первых мало то что как бы я так довольно таки сильно конечно же комплексую по поводу там вот выйти там в эфир смотрю сейчас девчонки все такие красивые все такие модные все стараются пропиарится там и так далее продвигать свою работу страницу и так далее но свою страницу не продвигаю потому что работаю в компании эми и как бы работаем на благо эми а вот вот хочется соответствовать хочется какие-то вот идеи вам показать и конечно же в надежде на то что они вам понравятся я чуть-чуть вот сюда так все и просушиваем естественно так просушиваем так ну что быстрый дизайн за пять минут сделаем еще я понимаю что надоело просто мне нравится делать вот эти дизайны они очень простые очень легко получаются всегда у всех абсолютно думать особо не надо самое главное где-нибудь подсмотреть белый фон белый гель-лак то есть это получается можно сделать по большому счету на одном пальце да все остальные пальцы например вот четвертый пальчик у вас белым гель-лаком покрыта все остальные пальцы любым другим цветом покрыта например почему бы нет именно четвертый палец до безымянно он получается как будто белый лист бумаги так смотрите как красиво смотрится но не знаю мне прям сильно заходит вот такие варианты кайфовано один пальчик а все остальные например просто голубеньким цветом покрыты или беленьким цветом но вот на самом деле вместо голубого цвета здесь может быть я уже сейчас поняла что это может быть и сиреневый и розовый и все равно вот эти темно-синие цветы вот эти красивые такие с розовым такими вот наполнениями очень будет красиво смотреться по большому счету на любом фоне так так белый цвет просушили сразу предлагаю нанести слайдер топ потому что будут дальше просто слайдеры слайдер топ так просушиваем буквально там 10-15 секунд так мы возьмем работу например слайдер это будет буквально сейчас на пять минут сто тридцать шесть легенды каньонов видно вот такие вот ковбойские ковбойские всякие дела так но опять же у меня уже есть начатый типсик есть и черный коричневый поэтому в принципе можно сейчас делать любой абсолютно видите с пятнышками так красиво смотрится я бы даже такая что просто пятна бы нанесла бы просто на всю поверхность вот так плямпс там так но мы конечно же да сделаем высокохудожественно сейчас мы только какую-то часть закроем пятнами приклеим пятна высокохудожественно как вы к этому относитесь вижу что положительно поэтому взяла пятнышки я так немножко необычно вот так не знаю почему вот так с одной стороны мы сейчас их нанесем естественно это будет вот так на мокрую ватна мокрый ватный диск положила пятна так и давайте какую-нибудь штучку дрючку приклеим штучку дрючку так что вот это такое тут вот типа кактус да тут вот вот эти рога морды всякие такие интересные белый фон черные пятна давайте какую-нибудь картинку цветную да вы же не против а картинка будет какая-нибудь цветная блин вот все потерялась а потерялась а в двух соснах а если мы вот эту добавим все девчат не знаю потерялась ладно давайте вот так техас 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 вырежем например надписи есть теперь какую-нибудь цветную картинку ну давайте вот 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 не знаю что боже о боже ну давайте вот эту черную будет все черное мрачное ладно давайте ну по крайней мере попробуем да почему бы и нет козлячую морду какую-то прицепить все ладно смотрите если собрать в кучу то в принципе и неплохо будет зря я сейчас переживала так это вот сюда а надпись получается снизу видите я вот так вот собрала оп и по большому счету уже готовый дизайн получается так ну что поехали тогда начинаем с пятнышек естественно сейчас нам нужно их расположить давайте я опять же возьму до подушечку для стемпинга потому что мне кажется так удобнее всего так ну вот одно пятнышко у меня не попадет но можно его отрезать вот это лишнее сверху у меня тут одно получается но вдруг без этого пятнышко будет дизайн дешевле стоить поэтому придется мне сейчас его поймать это пятнышко все вот так мы его сейчас прикрепим так все пятна есть теперь смотрите вот конечно же хорошо бы это все дело подсушить подсушить так и теперь нам остается поиграться вот с этими слайдерами сейчас секундочку лишнюю бумажку обрезаю просто потому что смысловую нагрузку бумага в себя никакую не несет зато сцепление лучше будет больше пленки уберется так значит ультрабонд снова слайдер топ не буду наносить ультрабонд потому что вот скорее всего здесь вот куда-то у меня попадет сейчас я вот так нанесу ультрабонд во первых мне нужна пленка растворяется так поехали вот тут вот например будет у меня прикрепили ну и соответственно а давайте правда попробуем сбоку не знаю что из этого выйдет надо же пробовать пока не попробуешь никаких выводов не сделать правильно же все просушиваем рассушиваем сбоку прикрепила надпись обязательно после просушки обрабатываем все это дело я хотела пилочкой быстро тут тайно спилить чтобы никто не видел что тут лишнее что-то торчит но не получилось тайно поэтому получается надо сделать явно тихо-тихо-тихо-тихо так обязательно ультрабонд высыхает на воздухе одну-две минутки и после этого вы закрываете любым топом которым вы работаете ну например я возьму ультрашайн потому что дальше уже ничего прикреплять не буду тут и так довольно таки много но пятна мне нравятся очень сильно не знаю чтобы они как-то на прямо вот нарисованы высокохудожественно ну чё удивляться конечно высокохудожественно поташи катерина николаевна у нас же все-таки высокохудожник вот на пятна убойно смотрятся конечно классно по взрослому по взрослому так и мы сейчас добавим сюда эти типсик давайте вот так значит ну мы успели с вами задействовать сколько мы сделали из из трех до вариантов мы все-таки давайте вот так и мы сейчас сюда еще один тип сиками так вот будут в рядочках и будет видно что тут задействованы по большому счету все четыре варианта делать их легко но просто вот чисто ради ну скажем идеи да чисто ради идеи чтобы можно было повторить так 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 прикрепляем следующие пятнышки и я ура ура каждый раз перед выходом в прямой эфир конечно же ну как бы я нервничаю то есть я отношусь к человеку которые к людям которые вот я просто знаю еще таких людей которые в профессии миллион лет но очень тяжело как бы вот выйти в прямой эфир как вот четко я когда смотрю за работой наблюдаю катер николана мирошниченко или девчонок там инструктор из воронежа бабушкина вот вот вообще классно классно вот они так себя комфортно чувствуют во всем этом давайте я вот так сейчас возьму не просто я пропустила какие-то я сейчас вот так вот так чтобы было видно так 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 я просто вернулась ко всем комментариям видно хорошо работаю и параллельно смотрю марина смотрела и параллельно работала первая новинки бомба я тоже с вами согласна марин прикольная тема но очень легкая для любого мастера легкая вот это знаете не сильно не заумная бывают такие слайдеры бывают чё греха таить иногда катя там такое что такое знаете прям вот супер-пупер что нибудь там да придумает и думаешь о боже катя то вот ты такая умная это такая классная ты такая продвинутая во всем этих художественных делах в моде и так далее и как бы не совсем я считаю что не не все всегда мастера могут понять а вот эти вот варианты дизайна я считаю что бомба супер так правда выходит кайфово да спасибо большое по голосу слышно что наташенька да светлан это я спасибо наталья так пожалуйста всегда очень красиво вы нас мотивируете звезду золотую ой светлан вот видишь не видела сразу кого стойка закрывала и не сразу видела что подсказала так все как всегда супер не переживайте спасибо вам большое спасибо ваши девчат за ваше внимание спасибо вам может быть пригодится бы варианты я надеюсь что мы встретимся с вами еще раз в следующий четверг и продолжим тему осенних каких-то дизайнов а пока всем еще тепла все-таки еще чуть-чуть лето всем побольше денежных клиентов и удачи конечно же во всем до свидания